Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам парочку новостей, которые накопились у меня за последние несколько дней из мира смартфонов, и они обещают быть интересными. Прежде всего, интернет заговорил о каком-то чрезвычайном смартфоне Xiaomi, который должен стать лидером среднего сегмента, имея цену в 255 долларов, и представить его должны уже в апреле. А конкретно речь идет о смартфоне Xiaomi на базе Snapdragon 675, с большим безрамочным дисплеем диагональю 6,8 дюймов, куда втулили камеру прямо по центру. Да, после выхода Samsung Galaxy S10 уже никого не удивишь таким решением, но все же, имея при этом встроенный сканер отпечатков пальцем под дисплеем, цена в 255 долларов кажется даже слегка заниженной. И знаете, если подобного рода смартфон от Xiaomi все же нам покажут, да, это будет хит, который затмит напрочь конкурентов, и компания Xiaomi вновь докажет свое превосходство в среднем сегменте, заманивая параметрами и ценой. Из прочих характеристик уже упоминается батарейка на 5500 мАч, а также тройная основная камера, что я считаю в смартфоне за 250, даже за 300 долларов вполне круто. Ну посмотрим, что из этого получится уже в апреле. Кто бы что ни говорил о компании Meizu, они все же продолжают клепать годные, достойные и относительно недорогие свои флагманы. Так, например, Meizu 16S, который мало чем отличается от остальных линейки Meizu 16, показали якобы на реальном фото. Смартфон обещает быть в лучших традициях линейки, с большим дисплеем со Snapdragon 855 и, конечно же, со встроенным под экран сканером отпечатков пальцев. Телефон получил рамки вокруг дисплея с минимальной толщиной, никаких монобровей, никаких тебе выступов нет и именно эта классика привлекает в этом смартфоне. Никаких новых ключевых фишек пока еще не было объявлено в этом смартфоне, поэтому на данный момент можно сказать, что это хороший себе вполне доступный флагман с ценой около 600 долларов, который вскоре нам уже официально должны представить. Да, Meizu 16S хорош, это реально годный флагман, но что вы скажете о том, что Samsung решила представить свой бюджетный флагман с ценой от 750 долларов под названием Galaxy A90. Да, бюджетность флагмана действительно очень спорная, ведь в конце весны в два раза дешевле можно будет Xiaomi Mi 9 взять на том же процессоре от Qualcomm. Но Samsung A90 по праву можно назвать бюджетным флагманом, учитывая концепцию строения его корпуса. А корпус здесь делаем наподобие Oppo Find X с выдвигающейся верхней частью с безрамочным дисплеем и реально очень небольшой толщиной корпуса. Да, если эти рендеры кажутся правдивым и более-менее, то Samsung конечно же очень сильно удивит, особенно если ценник в 750 долларов объявлен не просто так. Хотя и так себе не каждый сможет позволить купить такой флагман. Зато теперь при выборе флагманского устройства, если вы даже любите Samsung, вам не обязательно смотреть в сторону Galaxy S10, можно остановиться на Galaxy A90 с нестандартным дизайном, который реально привлекает больше, чем тот же Galaxy S10. Ну, как ни крути. Ну и напоследок, друзья, смартфон Freak. Знаете, за последние два года мы увидели сколько перемен в трендах дизайнов смартфонов, что за последние пять лет до этих двух лет мы точно такого развития не видали. Вот сейчас в сети гуляет концептуальное изображение смартфона ZTE Axon V. И если посмотреть на него, то... Короче, я не знаю, как умудрились присобачить эти камеры вот так вот сбоку, но решение я чувствую довольно спорное и вряд ли приживется. Хотя не стоит быть таким категоричным, ведь мы уже с вами пережили. Маноброви, челки, всякие вырезы в экране, дырки прямо в экране, и ничего страшного. Поэтому, может, для кого-то и такое решение в дизайне понравится и найдет свою нишу поклонников. Кто знает. Ну, а сам смартфон имеет довольно строгий дизайн, очень тонкий корпус и реально стильный, интересный и безрамочный дисплей. Я думаю, что, скорее всего, эти рендеры окажутся примерно правдой. Пусть даже немножко приукрашены со стороны тех, кто делал эти рендеры. Но в целом, компания идет своим путем придумать что-то новое, и именно так появляется прогресс. Поэтому желаю им искренней удачи в этом деле. Друзья, это были все новости на сегодня. Надеюсь, они были вам интересны. Если да, то дайте об этом знать в комментариях, а также подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и добра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok